Приветствую вас и постараюсь разобрать ваш вопрос, стараюсь дать вам как можно более объективную оценку того, что происходит. Исходя из вашего сообщения, исходя из вашего текста, я могу сделать вывод, что ваш муж скорее холоден, скорее не поменялся и скорее ищет комфорта, чем все остальное. Почему? А для этого достаточно просто. Вы в самом своем последнем абзаце написали, что расстались вы по причине того, что муж уделял вам вообще очень мало внимания. Вообще-то говоря, практически никакого. А вам это не понравилось. И с его стороны к вам были обвинения в том, что вы по сути дела его не уважали. И вот сама позиция такого человека, сама позиция такого мужчины, связанная с тем, что с одной стороны с отсутствием интереса к вам, с другой стороны с высказыванием неуважения, опять же, к нему с вашими текстаами, да, то есть он считает, что вы его не уважаете, то есть принижает вас, обесценивает. Вот эти моменты, они заставляют думать, что ваш муж действительно испытывает просто-напросто потребность в том, чтобы быть с вами. То есть он хочет быть с вами. хочет быть с вами, потому что вы внезапно вдруг оказались ему нужны. И он, ну как бы чувствуя, что вы нужны ему, чувствуя, что он нуждается в вас, начал делать какие-то шаги по сближению. Но проблема здесь заключается в том, что ваш муж, по-видимому, изначально считал, что вы полностью принадлежите ему, что вы полностью зависите от него, что вы никуда от него не денетесь, что вы будете с ним в любом случае. И эта позиция вашего мужа подкрепляется тем, что он, по сути дела, проявив некую инициативу, то есть будучи к вам достаточно холостым, достаточно хорошо настроенным, уже спустя какое-то время он уже был холодным и равнодушным, ожидая, видимо, того, что вы сразу к нему прибежите, сразу к нему вернетесь, и все вернется на круги слоя. И вот эта позиция заставляет усомниться в том, что ваш муж действительно как-то изменился и действительно хочет наладить отношения, по крайней мере, на новых условиях, то есть на условиях, которые бы учитывали ваши интересы. И естественно, это в большей степени предположение, нежели чем окончательные выводы, потому что нужно все-таки пообщаться больше с вами, нужно все-таки, чтобы вы рассказали побольше про своего мужа, какой он и так далее. Но пока предположение такое. И вам необходимо это учитывать при формировании своего поведения. Что это значит при формировании своего поведения? Вот вы говорите, да, что вы договорились с ним, что поедет к нему на выходных, да, и, собственно, как бы проведет себя время с ним. Ну и что ж, сама по себе это очень хорошая идея, и сама по себе это очень хорошая идея, она, мне кажется, вполне хорошо могла бы показать, как действительно относится к вам муж, то есть посмотреть на его отношения к вам, посмотреть на то, как он их видит, я имею в виду отношения ваши с ним, учитывает он или нет то, чего хотите вы, например, учитывает ли он то, что интересно, нужно и ценно вам, или он по-прежнему думает только о себе и по-прежнему вами пользуется. Я не думаю, что слишком сложная задача будет это идентифицировать. Поэтому, говоря о том, что вам делать в этой ситуации, я бы рекомендовал, раз договорились с мужем о том, что вы приезжаете на выходных, то приедьте, безусловно, чтобы это не стало личным поводом для, например, обвинения вас в том, что вы не держите слова, что с вами нельзя договариваться и прочее-прочее. Вот. Приедьте к нему с детьми, проведите время вместе, посмотрите, как будут развиваться события. И вот не делайте ничего такого, то вам бы не понравилось. То есть, наверное, не стоит вступать с ним в интимную связь, наверное, не стоит с ним особо как-то ласково разговаривать, потому что вполне возможно, что тем, что вы быстро очень дали мужчине понять, что он может рассчитывать на взаимность вашу, на то, что вы показали ему, что хотите быть с ним. Вот вполне возможно, что именно это его и охладило. То, что он понял, что вы по-преднему его, что вы по-преднему хотите быть с ним, это вас по-преднему к нему тянет. И это позволило ему думать, что он уже вновь вас, по сути, вернул. Просто сейчас вы немножечко как-то так поупрямитесь для виду, для порядка. И потом, как бы, как миленько вернетесь к нему. Ну, вот это убеждение вашего мужа о том, что вы вернетесь к нему необходимо, это точно. Просто так вы к нему не вернетесь. Это нужно четко дать ему понять. А для этого необходимо не давать ему то, чего он хочет. Если у вас муж, если ваш муж действительно хочет регулярного, допустим, секса с вами, ну, само по себе это желание может быть и естественное для вас. Но то, как оно подается, то, как мужчина себя с вами ведет, то, как он относится к вам сейчас, особенно в тот период, когда вы выстраиваете отношения, да, это, мягко говоря, наставляет сомневаться в нем. На ваш вопрос, отвечая по поводу того, навязываетесь вы или нет, надо сказать, что вы не то, чтобы навязываетесь. знаете как, навязывание как такового, я бы не увидел. Вы просто-напросто договорились с мутем, да, о том, что будете вместе, собственно, встретились, провели вместе время, да, была интимная связь. То есть, вы имеете все основания думать, что, ну, как бы, все возвращается на круги своя. и действуете вы так, как будто вы действительно у нас семья. Но, понимаете, вам прежде чем решать, прежде чем до конца вот, как бы, решать, будете ли вы, например, смузем или нет, вам не необходимо для себя вот это вот противоречие решить. То есть, вы хотите быть смузем, но, в то же время вы не хотите своего ребенка, значит, как вы сами выразились, дергать с места на место, да, то есть, из другой школы, из одной школы в другую. И как вы для себя это решаете, как вы для себя это противоречие снимаете, не очень понятно. это все равно есть, вы его просто как бы опускаете, вы его оставляете до пределами своего внимания. А это неправильно, потому что как бы ребенок это все-таки важный элемент в вашей жизни и не очень хорошо и не очень правильно, что вы ведете себя так, по сути дела, выставляя его крайним в этой ситуации. Хотя вы говорите, что дети хотят, чтобы их родители были вместе, но это уже вопрос, я бы сказал, вопрос отдельный. То есть, по моему мнению, ситуация такова, что вам нельзя, вам не стоит ориентироваться на то, что вы хотите делать. Вам нужно ориентироваться на себя. Также вы совершенно мельком затрагиваете тему, что у вас вроде бы как были новые отношения, другие отношения, и был поднят имущественный вопрос, и это тоже не очень понятно, то есть, если были другие отношения, то что с ними стало, почему вы расстались и так далее. Если был имущественный вопрос, то соответственно, это не может не стать причиной недоверия между вами и вашим мужем, и соответственно, нужно отдельно подумать, как вы разрешите именно этот вопрос для себя. Ваш муж уже сейчас обвиняет вас в том, что вы специально хотите попасть в квартиру для того, чтобы посмотреть документы на эту самую квартиру. То есть, ситуация такова, что у вас растет взаимное недоверие, и оно будет только расти, если вы будете действовать так, как вы действуете сейчас. То есть, я имею ввиду действовать так, как вы действуете сейчас, но это имеется ввиду вот так. То есть, как-то относиться к мужу подобным образом. То есть, показывать ему, что вы готовы быть с ним и так далее. То есть, с моим взгляд, вы слишком сильно расслабились, на мой взгляд, вы слишком сильно поверили в то, что вы уже будете вместе, при этом вы забываете о том, что расстались вы по довольно серьезной причине. То есть, причина это заключается в том, что ваш мужчина по сути дел проявлял к вам остывшие чувства. То есть, у вашего мужа к вам были остывшие чувства. И эти остывшие чувства вот так вот появиться из ниоткуда никак не могли. и если они появились, ну, предположим, в период расставания, да, у вас, у него, точнее, к вам вспыхнула страсть, он понял, что хочет быть с вами, понял, что вы ему дороги и так далее. Но в этой ситуации, даже в этой ситуации поведение вашего мужа, оно все-таки должно быть другим. Потому что это поведение, в таком случае, это поведение человека, который хочет, чтобы его женщина была с ней. А он себя так не ведет, к сожалению. И поэтому о том, что им движет, можно только предполагать. потому что мы не можем знать как бы до конца что у вас там происходит и так далее. Но вам я рекомендую соблюдать осторожность. Вам я рекомендую не вступать смутем пока в интимную связь, чтобы он видел, что вы готовы отстаивать свое интеллект, чтобы он видел, что вы готовы если что повернуть назад. И чтобы вы уже сейчас на данном этапе, не начинает перезагрузки и перезапуск ваших отношений, чётко дали мужчине понять, что, например, вы не потерпите того, что было раньше. А ведь его холодность, это по сути то, что было раньше, это то, что его вырастает. Ну, одна из причин. И очень может быть, что эта причина, она и не исчезала. Но нельзя сказать наверняка, исчезала она или нет. Потому что исчезала, повторю, мы не знаем вашего мучения, мы не видели его. И мы не можем сказать, исчезла эта причина или нет. То, что мы действительно по факту можем сказать, это то, что вам нужно проверить. Вам нужно проверить, как оно обстоит на самом деле. И вот тогда, когда вы проверите, когда вы увидите, когда у вас будут какие-то взгляды, какие-то представления на эту тему, какие-то уже конкретные факторы, проявления на то, что вы видите сейчас, это можно интерпретировать по-разному. Вы это сами-сами видите. Вы сами видите, что это можно интерпретировать по-разному. А интерпретация это не то, что дает какой-то плюс. Интерпретация это не то, что помогает найти правильное решение. Поэтому лучше будет, если вы все-таки будете соблюдать договоренности до определенного момента, пока не увидите конкретно, что мужчина к вам стал относиться. Или стал относиться, или продолжает относиться так же, как раньше. И тогда уже вы сможете сделать выводы. Либо вы увидите, что у него действительно были дела, и что он действительно не мог как-то вам проявлять внимание. И тогда вы не совершите то ошибки, которые вы можете совершить. А сейчас вы спрашиваете у нас о том, как вам вступить в ситуацию. Вы просите нас, по сути дела, охарактеризовать поведение вашего мужа по тому тексту, который вы написали. И на основе этой характеристики поведения вашего мужа, дать вам рекомендации, ну я так полагаю, дать вам рекомендации по поводу того, как поступать дальше. Но нельзя характеризовать поведение вашего мужа, основываясь только на том, что вы это описали. Тем более, что, как я понял, виделись вы один раз. Один раз, это, знаете, это случайно. То есть, может быть, он покоричился, когда хотел с вами, с вами вновь сойтись, да? Может быть, он покоричился. Может быть, мужчина, наоборот, испугался того, какие у него клан чувства сильные оказались. И теперь держит дистанцию, да? Может быть, да. Ну, даже если он, даже если что-то из ваших предположений вернуло, какое-то ваше предположение вернуло, то все равно его требуется проверить. И проверить можно только за счет того, что вы побудете с ним какое-то время, проведете с ним какое-то время. И вот тогда уже можно будет говорить какие-то окончательные, конкретные вещи. Ну, и однозначно стоит ответить на те вопросы, которые я вам задал ранее, да? То есть, это вопрос противоречия с ребенком. Это вопрос, связанный с тем, что вы не можете отпустить своего мужа, да? То есть, невозможность отпустить своего мужа, это как бы проблемная зависимость в нем, а это не есть хорошо и не есть правильно. И противоречия по поводу ваших отношений и имущественных притяжаний. Имущественные притяжания могут очень легко испортить вам жизнь и испортить вам жизнь очень сильно, быстро и неожиданно. Вот, поэтому их тоже рекомендую я вам как следует обсудить. То есть, например, приедете вы к мужу, да? И он там начнет, допустим, к вам приставать, например, чтобы вносить в интимную связь, вступить. А вы ему скажете, нет, дорогой, подожди, давай сперва там обсудим вот наши финансовые, то есть наши имущественные вопросы. И вы последовательно скажете своему мужу о том, как обстоят дела с этими финансовыми вопросами. То есть, какие у вас там претензии, какие у него претензии, чтобы сказать ему, что вам необходимо доверие между вами. Вам вы хотите, чтобы это доверие было. И это вполне естественная просьба в данном случае. Вполне естественно и нормально действовать так, как вы действуете, так, как я рекомендую вам действовать. Ну и посмотрите, как ваш муж на это отреагирует. То есть, если он отреагирует на это спокойно, и вы увидите его желание как-то преодолевать недоверие. Ну, это хорошо. Это значит, что он действительно готов идти с вами на контакт. Это значит, что ему действительно нужно, там, сближение с вами. Ну, а если вы увидите, например, что он не хочет об этом разговаривать, или это его как-то злит, Ну, и, соответственно, тогда все понятно и бесправильно. Понятно, что человек не готов решать с вами ваши вопросы. И если не готов решать вопросы, то о каком-нибудь ближении тогда идет речь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok